Ты закончил, когда перечислять такие тезисы возможного передательства Украины потенциально другими властями. Один из пунктов был газовый. Газ это вообще больше, чем политика, наверное, уже стал в Европе. Мы видим, как на почве Северного потока-2 происходят перепалки между Трампом и Меркель. Как в Европе, поляки сказали, что это может привести к войне с Украиной. Еще какие-то мнения. То есть, если по санкциям более-менее, то тут точно в товарищах согласия нет. Это еще, чтобы ты как дипломат очень подробно объяснил, что происходит и чем это может закончиться. В какой стадии сейчас находится процесс согласования или отказа согласования этого газопровода? Ну, во-первых, я хочу сказать, что в целом в Европейском Союзе становится все меньше Союза. То есть, там все больше возникает вопросов, по которым между государством и членами возникают принципиальные разногласия такого характера, что они уже даже не боятся об этом говорить вслух и публично друг друга критиковать. То есть, то, что, условно говоря, можно решать дома за закрытыми дверьми, выходит уже в публичное пространство. Не говоря уже про американцев, там совершенно уже новая политика в отношении Европы. Поэтому тут более индикативна как раз реакция Польши на этот процесс. Конечно, Северный поток-2 – это часть стратегии России по исключению Украины из системы поставок газа в страны Европейского Союза. Это была стратегия запущена еще во время первых газовых войн, во время, когда президентом был Ющенко в Украине. Мы можем там припомнить. Это действительно четкая стратегия, как они это делают. Плюс это зарабатывание денег на строительстве многомиллиардных этих всех проектов, реализации этих многомиллиардных проектов. Я вижу попытки, скажем так, я с политической точки зрения считаю, что возможности остановить Северный поток-2 внутригерманскими силами, которые я там против, они исчерпаны. То есть вопрос теперь в том, решится ли Еврокомиссия предпринять какие-то шаги, которые могут существенно навредить этому проекту. Ему можно навредить на самом деле. Но я не вижу в Германии сейчас достаточно сильных игроков, способных остановить этот проект на национальном уровне. Ну а Меркель, насколько мне немцы говорят, знакомые аналитики, журналисты, что Меркель уже не та в плане жесткости по отношению к России. И что в принципе внутренняя ситуация, необходимость коалиции и так далее, учета интересов после последних выборов на Бундестаг, фактически она на этот поток согласна сама. И вопрос уже в Германии, как ты говоришь, нет, но могут ли американцы ввести санкции, может ли Еврокомиссия опять какими инструментами сказать нет, если Германия за? Юридически, ну вот так, если Германия за, то сразу есть вопрос. Но сейчас же очень сложный процесс идет перезагрузки, будет процесс перезагрузки Еврокомиссии в следующем году. Кроме Германии есть же другие силы. То есть там, ну даже если там, условно говоря, не только Польша, но еще ряд стран, государственные в ЕС, могут запустить какие-то процессы, которые, если даже не остановят полностью строительство, то, по крайней мере, как-то затормозят этот процесс. Что касается американцев, ну как бы, да, американцы готовы на все. В хорошем смысле того слова, что как бы они могут и сделать что-то, а могут и не сделать что-то. Перед ними все варианты открыты. Позиции госпожи Меркель, к сожалению, действительно очень как бы сложные сейчас в Германии. И она вынуждена считаться со своими оппонентами.